Фотогальванический эффект И уже через 4 года американский спутник «Авангард-1» был оборудован маломощными солнечными батареями. Первые несколько десятилетий после этого солнечные батареи были дорогими и в основном применялись в космосе, где солнечной энергии более чем достаточно, а другие источники энергии приходится доставлять с Земли. Этот фотодиод с размерами 3х3 мм может работать как фотоэлемент. Осветим его фонариком и он выдает напряжение в полвольта. В отсутствие нагрузки по закороченной цепи протекает ток 1 мА, так что мощность этого источника составляет всего лишь полмилливатта. Чтобы запитать обычный электрический чайник, понадобится 4 млн таких фотодиодов и 4 млн фонариков. При ярком освещении фотоэлемент насыщается и поднять на нем напряжение уже не получится. Чтобы увеличить напряжение, надо соединять фотоэлементы последовательно. Эта маленькая солнечная батарея содержит в себе несколько фотоэлементов и напряжение на ней равно 2,5 вольтам. При освещении ярким фонарем она выдает ток 10 мА. Мощности 25 мВт уже хватает, чтобы запитать обычный светодиод. При расчете солнечных батарей надо исходить из потребляемой мощности. Допустим, что средняя потребляемая электрическая мощность одного домохозяйства составляет 800 Вт. Когда солнечные лучи ответственно падают на поверхность, на каждый квадратный метр приходится 1200 Вт солнечного излучения. С учетом темного времени суток, ненастной погоды и изменяющегося угла падения лучей, в среднем на квадратный метр приходится мощность 400 Вт. Если КПД солнечной батареи составляет 10%, то с квадратного метра в среднем снимается 40 Вт электроэнергии. Для получения средней мощности 800 Вт нужно установить 20 квадратных метров батарей. В действительности, большую часть времени потребляемая мощность гораздо меньше средней. А когда включена электроплита или чайник, потребляемая мощность доходит до нескольких киловатт. Поэтому дом выгодно оставлять подключенным к внешней электросети. И когда Солнце светит ярко и потребляемая мощность мала, энергия, производимая солнечной батареей, отдается в сеть. А когда темно и потребляемая мощность велика, энергия, наоборот, забирается из внешней сети. В последние годы солнечная энергетика претерпевает бурное развитие. Придумываются новые материалы, увеличивается КПД батарей и число установленных батарей растет во всем мире.